Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Символические формулировки богодухновенности. В предыдущих лекциях мы рассмотрели церковное учение о богодухновенности, дали его определение, а также указали на уклонение от этого учения, на механистическое понимание и на психологическое понимание учения о богодухновенности. Однако, как в Древней Церкви, так и в последующие века жизни Церкви, очень часто христианские авторы избегали давать точных, емких, но при этом довольно схоластических формулировок определений богодухновенности. стремились донести до слушателей или до читателей понимание о богодухновенности Библии с помощью определенных образов или символов. И вот сегодня мы рассмотрим, какие в истории Церкви известны символические характеристики или символические определения учения о богодухновенности Священного Писания. Одна из самых первых, наиболее удачная, адекватная, вошедшая в широкий церковный оборот, символическая фраза для обозначения богодухновенности отталкивается именно от идеи передачи информации или передачи смыслов от Бога священному автору. Это фраза «логос ту феул» – слово Божье. Данная формулировка восходит к тому возможному оттенку термина «логос» – слово, который имеется в древнегреческом языке, и этот смысл означает «слово, выраженное вовне». Итак, Бог нечто выражает вовне для усвоения людям. И в таком случае фраза или символическое определение слова Божия очень точно соответствует церковному определению богодухновенности. Эта фраза использовалась уже первыми христианскими авторами – святителем Климентом Римским, дата Блаженного Успения – 99-й год, и в послании Варнавы, которое датируется концом I – началом II века по Рождествия Христова. Поскольку оба автора весьма свободно обращаются с текстом Священного Писания, нередко пересказывая мысли, давая парафраз, то можно сделать вывод, что они не понимали данное выражение слова Божия в вербальном, механистическом смысле, но предполагали именно изложение божественных идей. Однако у писателей Древней Церкви можно встретить и менее удачные символические определения богодухновенности. Например, когда апологеты считают, что человек в момент дарования ему откровения становится таким же орудием божества, каким является флейта или лира в руках музыканта. На основании этого некоторые исследователи выдвинули предположение, что где как раз апологеты придерживались механистической, вербальной точки зрения на богодухновенность. Однако это не так, потому что как раз в этот период, конец I, II век по Рождествия Христовым, появляется гностическое движение. Гностики представляли очень большую опасность для христианской церкви, потому что гностики брали не христианские идеи, иногда это были идеи восточных религий, и пытались сформулировать, изложить эти идеи, привлекая христианскую терминологию. Иное содержание в христианской оболочке. Поэтому гностицизм был очень соблазнительным для ранних христиан. А вот отличительной чертой целого ряда гностических движений было то, что они отвергали полностью Ветхий Завет, а иногда в Священном Писании Нового Завета принимали только те книги, которые связаны с апостолом Павлом. Например, Евангелие от Луки и послание апостола Павла, да и то не все. И вот в силу того, что гностики, которые мощно влияли на умы христиан, соблазняли христиан своим гностическим учением, умоляли достоинства и Ветхого и Нового Завета, апологетам приходилось в полемике с ними обращать внимание именно на эту сторону, на эту часть, на эту черту Бога Духновенности, что это данная от Бога весть, это данные от Бога мысли. И они в силу этого прибегали к тем образам, которые должны были запечатлеть в умах слушателей данный аспект учения Бога Духновенности. Поэтому, скорее всего, вот эти вот довольно необычные выражения были использованы с весьма конкретной целью в очень конкретной исторической обстановке. В позднейшем мы с вами увидим, что, конечно же, авторы уже и II, III и особенно IV, V веков формулируют учение Бога Духновенности именно в церковном смысле, как передачу идей. Из символических образов, приложенных уже в новое время, очень удачным является образ мыслей или божественных идей, как семян, которые сеются в почву, а почва является душа священного автора. Такой образ приводит автор системы догматического богословия епископ Сильвестр Малеванский, а его труды вышли в свет в конце XIX века. И, наконец, очень важная символическая формулировка учения Бога Духновенности, которая предполагает возможным провести аналогию между этим учением и халкидонским оросом IV Вселенского Собора. Данный орос очень важен для формулировки учения о Христе, для христологии, потому что там утверждается, что в единой личности Господа Иисуса Христа соединились две природы, божественная и человеческая. Но кроме того, что утверждается вот это, халкидонский орос, очень важен тем, что утверждается, как соединились эти две природы. Неслияно, неизменно, неразлучно, нераздельно. И вот, когда мы проводим аналогию между церковным пониманием учения Бога Духновенности и халкидонским оросом, важно помнить не только первую часть ороса, что в единой личности две природы, но помнить и вот эти четыре «не», которые очень важны. Поэтому, если мы хотим провести строгую, а лучше говоря, точную, адекватную, корректную аналогию, нужно рассматривать халкидонский орос в целом. Конечно же, раз в личности Господа Иисуса Христа две природы, божественная и человеческая, соединились указанным образом, а Слово Божие также представляет собой не соединение природ, ни в коем случае нету ипостаси у Слова Божия, а соработничество, синергию между Богом и человеком, то некоторую аналогию, далеко не полную, можно провести. Об этом пишет уже упомянутый епископ Сильвестр Малеванский. Цитата. «Нравственное сближение Духа Божия с Духом пророков так было внутренне и глубоко, что в нем нельзя не примечать некоторой аналогии с тем объединением божеского и человеческого, которое явилось в лице Иисуса Христа через принятие естества человеческого в ипостась божества». А далее епископ Сильвестр объясняет, соединение божественной и человеческой природ в единой личности Христа означало, что все, что он сознавал или говорил, он осознавал и говорил не по отдельности, то как Бог, то как человек, а в силу единства личности как Бога-человек, хотя ни смешение природ, ни их изменения в нем не происходило. Соответственно, в акте богодухновенности библейский автор действовал под водительством благодати Святого Духа и настолько тесной связи с ней, что эта цитата не препятствовала ему сознавать, что он высказывал здесь не свои мысли, а мысли Божьи. Конец цитаты. Таким образом, епископ Сильвестр через халкидонский орос пытается проиллюстрировать традиционное церковное учение о Богодухновенности, как оно было изложено выше, понимая ограниченность данной аналогии. Потому что если в оросе есть личность и две природы, то в церковном учении о Богодухновенности нету ни понятия личности, ни понятия природ, но только совместные действия Бога и человека. Этот символ, этот образ развил профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Петр Лепорский, годы жизни 1860-1924, который пошел несколько дальше и посчитал уместным усматривать два элемента, божественный и человеческий, в содержании библейских книг. Божественный фактор с его точки зрения преобладает над человеческим в случаях, когда человеческому уму сообщаются совершенно новые истины. Другим способом уму недоступны. И участие человека заключается в том, чтобы их усвоить и выразить. Например, когда присутствующие слушают слова Господа Иисуса Христа в Новом Завете, или в Ветхом Завете, когда Бог непосредственно открывает пророку какое-то особое новое знание. В других ситуациях, по мысли протоиерей Петра Лепорского, например, когда речь идет о научении через события священной истории, или когда священные авторы читают произведения своих предшественников, других священных авторов, человеческой деятельности предоставлена большая самостоятельность. И здесь он приводит такой пример. Известно, что святой апостол и евангелист Лука для того, чтобы написать Евангелие, исследовал как историк разные документы из жизни ранней христианской церкви, о чем сам Лука говорит в введении к своему Евангелию 1 глава 4 стих. Рассуждая обо всем об этом, протоиерей Петр делает очень важную оговорку. Цитата. Но вся эта деятельность евангелиста Луки состояла в то же время под руководством Духа Божия. Он направлял апостола на верный путь исторического исследования. Он же руководил выбором материала, освещал добытые истины пред его сознанием и возводил их на высшую степень достоверности. Конец цитаты. Такое водительство Святым Духом библейского автора даже при изложении исторических событий протоиерей Петр иллюстрирует следующим примером. При изложении в книге Бытия встречи Авраама с Мелхиседеком святой пророк Моисей опустил ряд деталей, например, о родословии Мелхиседека. Полтора тысячелетия спустя святой апостол Павел найдет, что такой подход, такое изложение автора Пятикнижья, святого пророка Моисея, совершенно не случайно, поскольку через эту особенность повествования Моисея о Мелхиседеке апостол Павел увидит явление образа Господа Иисуса Христа. Мелхиседек становится прообразом Христа. Таким образом, мы с вами можем заключить, что когда проводилась аналогия в русской богословской библейской литературе между церковным пониманием учения Богдухновенности и халкидонским оросом, то всегда такая аналогия давалась с оговорками, что эта аналогия не полная, полноты быть и не может. К сожалению, в среде русских иммигрантов нашелся тот человек, которого мы знаем как выдающегося, блестящего историка, но который, при этом занимаясь библейскими исследованиями, был совершенно несамостоятельным. Одним из посылов его библейских занятий было как можно больше впитать в русскую библейскую науку из западной библистики, но при этом он не относился критически к тому, что именно впитывается. Речь идет о таком замечательном исследователе, как профессор Сергиевского богословского института в Париже Антон Владимирович Карташов годы жизни 1875-1960. Антон Владимирович ставил свою собственную задачу. Он пытался противодействовать механистическому вербальному пониманию богодухновенности, с которым столкнулся где-то в церковной среде. Однако, как это нередко бывает, борясь с одной крайностью, он, к сожалению, впал в противоположную крайность. Исходя из этих двух описанных задач, первое, максимально впитать какие-то достижения западной библистики, и второе, бороться с механистическим пониманием богодухновенности, Антон Владимирович Карташов перешел ту красную линию, которая отделяет церковное понимание богодухновенности от нецерковного, скептического и неверного. Дело в том, что он пытался развить идею халкидонского ороса в сопоставлении с учением о богодухновенности. И вот если протерей Петр Липорский говорил о двух сторонах священном писании, божественном и человеческой стороне, то Антон Владимирович Карташов предложил очень специфический термин «богочеловеческий характер священного писания». Отказавшись от древнецерковного понятия слова Божия, он предлагает понятие слова «богочеловеческие». Конечно, если бы он понимал эти термины как епископ Сильвестр Малеванский или претерей Петр Липорский, то он тоже пришел бы к традиционной церковной формулировке богодухновенности. Однако, к сожалению, Антон Владимирович Карташов понимает очень специфично аналогию между халкидонским оросом и богодухновенностью. Он предлагает, если Библия является словом богочеловеческим, изучать взятое само по себе только человеческое начало в Библии, а при этом никак не затрагивать божественные стороны. Человеческое начало в Слове Божьем в таком случае позволяет исследователю сосредоточиться на исследовании цитата конкретных ограниченных черт в учении того или иного писателя или просто библейского текста. И вот попытавшись разделить в Слове Божьем божественную сторону и человеческую и сосредоточившись на человеческой стороне, Антон Владимирович по сути дела открыл двери для восприятия западных различных теорий очень широко, чтобы эти теории пришли в православную библистику. Но, к сожалению, открыл чрезмерно широко. Вот такой подход позволяет прийти не только хорошим, добрым, органичным, соответствующим церковному преданию, церковной традиции, теориям и исследованиям, но и скептическому движению в западной библистике тоже была открыта широкая дверь. Потому что получается, что если изучается лишь слово как слово человеческое, то как раз скептические методы изучения Библии, когда привлекаются литературные способы, литературные методы, но к Библии относятся только как к слову человеческому, тоже можно без проблем использовать. Но это противоречит двухтысячелетней традиции православной церкви. Если разобраться, то вот эта попытка разделить божественную и человеческую сторону в Священном Писании у Антона Владимировича является основным препятствием для проведения аналогии с Халкидонским Оросом. Потому что в Халкидонском Оросе, как мы с вами помним, не только говорится о единой постаси двух природов, а говорится о том, что они неизменно, неразлучно, неслиянно и нераздельно. То есть не могут разлучиться божественные человеческие природы в Господе Иисусе Христе. А если в Слове Божьем Слово является основным, мысль божественная является основным, а человек придает ей лишь форму, то разве можно форму отделить от содержания? А именно это предлагает в своих конструктах Антон Владимирович Карташов. Если говорить о том, какую аналогию он конструирует, то по сути дела его построение является аналогией не халкидонского ороса, а аналогией нестарианского учения. Мы с вами знаем, что Несторий предлагал мыслить две природы, божественно-человеческую, как соединившиеся не в единой личности Господа Иисуса Христа, а в двух личностях. Одна это личность человека Иисуса, а другая личность это Слово, Сын Божий, Божественная Ипостась. И между этими двумя личностями есть только некая условная нравственная связь. Но учение Нестория было отвергнуто Православной Церкви как заблуждение, как ересь, и поэтому конструкт Антона Владимировича Карташова, несмотря на его самые лучшие пожелания, на самые добрые мотивы его деятельности тоже следует отвергнуть. Невозможно изучать только одну сторону в Священном Писании. Не может Слово Божие стать Словом человеческим, даже если его мы называем вначале Словом Богочеловеческим. К сожалению, это пример того, как образ может быть, может привести к уже неправильному пониманию учения о Богодухновенности. Таким образом, на сегодняшний день, когда мы прекрасно понимаем, прошли годы гонений, советский период, и есть доступ к огромному кругу западной библейской литературы, мы, православные исследователи, прекрасно понимаем, да, очень много ценного, полезного, важного в мировой библейской науки, но далеко не все для нас приемлемо. И поэтому, конечно же, мы, используя аналогию с Халкидонским Оросом, остаемся на тех позициях, которые очертили для нас епископ Сильвестр Малеванский и претерей Петр Лепорский, и не переходим ту красную линию, которая уже нас вводит в область неверной интерпретации, как это сделал Антон Владимирович Карташов. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры 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 Продолжение следует...